Привет друзья, ставим лайк и поехали. Раздался звонок. Максиму звонили из больницы. Он всегда знал, что когда-нибудь это произойдет, но подготовиться к этому никак не мог. Дедушка умирал. Уже долгое время мучился с почками, но теперь все органы просто отказывали. Максим не мог этого пережить, ведь дед был самым близким человеком. Растил его с трех лет. Был ему за отца и за мать. Максим сразу же рванул в больницу. Он должен был попрощаться с таким важным для себя человеком. В больнице было тихо. Парень подошел к кровати и сжал сухую руку дедушки. Максимушка пришел, воскликнул дед. Конечно же, куда же я денусь-то? Ох, внучок, время мое вышло. К маме твоей уйду и к бабуле. Куда там, еще внуков нянчить будешь? Пытаясь держать слезы, произнес Максим. Я должен тебе рассказать одну тайну. Дочка моя, Светка, была прекрасной. Красивая, милая и добрая. Не заметили с женой, как она выросла и замуж вышла. Муж попался прекрасный, любил ее сильно. Но проблема была, не могли они детей родить никак. А Наташа, твоя бабуля, решила, что ей хватит и предложила себя в участи суррогатной матери. Я не мог и думать об этом. А Светка отказывалась долго, но пошла навстречу. Детей-то хотела. А я уехал и стал жить на даче. Они не возвращали меня. Не было времени и желания. Наташа никак не могла нормально пережить эту беременность. Но тебя еле-еле выносила. Родила. А уже через пару месяцев они все ехали ко мне. Тебя с дедом знакомить. По дороге они попали в аварию. Все взрослые погибли, а ты чудом остался жив. Ума не приложу, как мне опеку дали над тобой. Но дали. Наверное, все дело в военной пенсии и хорошем достатке. Квартире большой. Я тебе многое мог дать, но не маму с папой. Я тебя обманул, милый мой, прости. Я не с двух лет тебе растил, а с двух месяцев, когда ты был еще совсем кроха. А ведь таким хорошим человеком вырос. Я горжусь. И он засопел. Уснул, наверное. Рассказ старика растрогал парня до глубины души. А ведь дед мог оставить малыша, отказаться. Ведь тот, кое-как, но косвенно, был причастен к смерти любимой жены и дочери. А он его вырастил. Его с самого раннего детства. Утром дедушка умер. А на улице в тот день моросил первый весенний дождь. И дул теплый ветерок, предвещающий перемены. Жизнь продолжается. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.